Привет дорогие друзья, меня по-прежнему зовут, как это не странно, меня по-прежнему зовут Славка Болтун И сегодня я хотел бы показать, ну не похвастаться, а просто показать, какие я купил себе ботинки Ну это не ботинки, это скорее кроссовки, либо правильнее буду сказать кеды У меня были неплохие кроссовочки такие, но они к сожалению, как это всегда, как это часто бывает, порвались в самый неподходящий момент И мне реально нужны были какие-то кроссовки, но именно кроссовки легкие, то есть не такие вот, знаете, здоровенные, массивные С большой толстой подошвой кроссовки, такие знаете, которые там осенью носят, или скажем даже зимой А мне нужны были легкие такие, легкие спортивные кеды, но в то же время, в которых не стыдно было бы выйти там, не знаю, куда-то в свет В высшее общество, так сказать, погулять по центру города, и не важно какой город это будет, и даже не важно какое государство В общем-то, но чтобы не стыдно было походить, чтобы эта обувь была и удобная, и практичная, и в то же время красивая, скажем так Собственно, прикупил ботиночки, был на рынке, я вообще скажу так, я терпеть не могу рынки, я рынки не терплю просто с детства Но реально вещь нужная, я ходил и в магазинах, и смотрел на цены, и я зашел, собственно, на рынок, преодолев свое все отвращение Все ненависть к этому рынку, потому что все ходят, все топчутся, куда-то кто-то лезет, какие-то потные люди Фу, отойди от меня, бабулька В общем, ну вы сами знаете, кто бывает на рынках, особенно летом Это взмыленные, потные люди, толпы народу дышать Негде, просто негде, это просто какой-то фу просто, просто фу Да, но тем не менее, я преодолел вот это все свое отвращение, я пошел, посмотрел на рынок Ну, барышки любят торговать всяким хламом, хоть завались этих кроссовок Но, к сожалению, кроссовки какие-то все, они все какие-то похожие, все на один манер Все, ну, все какие-то на один фасон, эти кроссовочки, эти кеды Вот, но все-таки мне удалось выбрать, на мой взгляд, достаточно симпатичные и практичные Ботиночки, кроссовочки летние, чему я, собственно, рад И, кстати, стоили они не особо дорого, я считаю Ну, где-то 20 евро, да, если говорить в евро, то где-то 20 евро Вполне неплохая цена за такую обувь, которую, собственно, я вам сейчас и покажу И покажу, я вам все покажу В общем, не переключайтесь А вот, собственно, мои эти новые кроссочки Да-да, это мои кроссовки, это не соседа, подчеркиваю, это мои В общем-то, это легкие кроссовки, либо кеды Ну, я не знаю, называйте, как хотите, я не особый спец в этих делах Скорее, девушки в этих названиях разбираются На мой взгляд, это просто летние кроссовки Вот Чем они мне приглянулись? Смотря на те все горы, вот эти вот холмы, обуви, кроссовок, босоножек И того, и всего прочего, прочие обуви Понимаете, вся обувь однотипная Откуда ни ткнись, вот пошел в один, в одну палатку там, да К одному прилавку Ко второму, к третьему И у всех, в принципе, обувь одна и та же То есть, фактически, походу, барышки закупаются у одного и того же продавца Потом нам втюхивают за большие деньги В общем-то, но тут, собственно Тем-то и мне и приглянулись эти кеды тем, что они, собственно, выделялись среди общей массы Они, на мой взгляд, достаточно стильные Допустим, практически все кроссовки такого типа Они были либо черные, либо белые, либо какие-то непонятные, либо голубые Голубые кроссовки, чуваки, я бы не стал их ни за что покупать Даже если был бы Сергеем Зверевым Вот Но эти кроссовки мне приглянулись Они достаточно стильные, на опять же, на мой взгляд Они, не знаю, как вам видно, не видно Они сочетают в себе и коричневый цвет И темно-коричневый цвет И по периметру, собственно, белый цвет И еще белый цвет вот сзади Да, вам, кстати, не показалось Тут есть английский флаг Не знаю, как вам видно, не видно Вот тоже еще английский флаг То есть, даже в Англию в них поехать будет совсем не стыдно Вот Но это шутка, конечно Вот Так, фирма, собственно, Рибак Да, Рибак, рыбка И что тут еще на них написано? Рибак Так Что? Что? Где? Что? Так, made in Vietnam То есть, сделаны они во Вьетнаме Естественно, вам не видно, но мне видно Сделаны они во Вьетнаме Собственно, достаточно-таки качественная обувь Вот я вижу со всех сторон, собственно, прошито Мне понравилось, что они такие и стильные и аккуратные В то же время То есть, нет такого, знаете, вот Быдляки ходят в каких-то таких простецких черных башмаках Кроссовках Жуют семечки А тут вот не скажешь Вот одену и думаю, что не скажешь Что я прям какой-то местная быдва Потому что я говорю, они аккуратные Они стильные Очень неплохо смотрятся Я думаю, они подойдут и К свободному стилю одежды Да, какие-то там, не знаю Спортивные штаны и так далее И в то же время они подойдут Даже под какие-нибудь брюки, я думаю Потому что они немножко и напоминают И туфли По форме Они легкие Они легкие У них плоская подошва Это вообще 44 размер У меня вообще 43 размер ноги Но 44 оказался мне в пору То есть, стандарты различаются То есть, зависит от того, где их сшили Где обувь сшили Потому что обувь, шитая, допустим, в Китае и Вьетнаме Будет Допустим, обувь Того же размера, шитая в Китае Она будет немножко меньше Или даже сильно меньше, чем обувь, шитая, допустим, не знаю где В Америке или еще где-то То есть, все равно Хоть, допустим, размер один Все-таки стандарты у них различаются Как ни странно Поэтому я на свою 43 ласту взял 44 размер И они, собственно, сидят на мне как Как литые, как 43 родной Вот такие вот ботиночки Очень, на мой взгляд, неплохие Я рад Да Не особо люблю, опять же, говорю Ходить я по базарам По вот этим всяким местам Выбирать Но, тем не менее, приспичило Я думаю, они Как нельзя, кстати Подойдут этим летом Я их скоро обновлю Я вас скоро обновлю Одену и пройдусь И пройдусь Вот И попробуйте только мне порваться И попробуйте только мне порваться Молодцы Молодцы Вот такое вот Забавное, я думаю, видео получалось Действительно Я рад своей покупке Не спешите Вообще не спешите с покупками Сначала Обойдите несколько мест Хотя бы несколько мест Несколько точек Посмотрите Присмотритесь Сравните И тогда вам обязательно будет уже Картина более понятная Что вам, собственно, и нужно И что вам выбирать Вот Поэтому не спешите с покупками Покупайте С умом Как говорит Гарик Гарик Жиробас Так сказать Не в обиду ему будет сказано Классный чувак Вот И на этом я с вами прощаюсь С вами был Славка Болтун Мы обязательно с вами Встретимся Встретимся Посидим хорошенько За рюмочкой За рюмочкой Сока Сока Потому что алкоголь Как-то я не особо люблю А за рюмочкой сока Мы посидим И я вам покажу Еще какие-нибудь Может быть Забавные Видеоролики Славка Болтун До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok